Тесновато. Заживаю машину. Они там как часовые. Скорей, как солдаты. Резерв для грядущей войны. Тебе нужно их обойти. Это легкий ход? Черный ход. Я не говорил, что будет легко. Продолжение следует... Девушки отдыхают. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сущность не сможет меня уничтожить Я для нее недосягаем Ты, может быть А это нет Уничтожи Не гей, иначе погибнешь Это что такое? Живись Советуешь? А ты думаешь, я тут ко сну готовлюсь? Ничего сложного Еще чуть-чуть Серьезно? Не дерись, беги Что такое? Налево, беги к лагерю Поняла Уже рядом Всю базу подняли по тревоге Да, я заметила Беги дальше Берегись, воины Вижу мост Это выход Ну да Ну да ? А-а-а-а! Пришлось нелегко, но ты выжила? Ты знал, что там Аи, и ты послал меня к нему? Я не спорю, рискованно. Но выбора не было. Зато теперь мы сможем получить то, что нам обоим нужно. Доступ к тайнам Нового Рассвета. Я тебе больше не верю. Хорошо. Значит, ты поумнела. Доверие — это глупость. Оно рассыпается, как песок. Плохой фундамент для сотрудничества. Но взаимный интерес — вот это прочное основание, на котором мы воздвигнем новое понимание друг друга. Нам обоим нужны ответы. И благодаря тебе мы к ним подобрались. Поговорим в закатной крепости. Ах, ты жалкий... Скотина. Была бы моя воля, выкинула бы этот визор вместе с тобой. Но мы оба знаем, он мне нужен. Что ж, закатная крепость. И Новый Рассвет. Новый Рассвет. У меня уже много вещей. Новый Рассвет. 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 Продолжение следует... 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 Ты же не охотница за головами. Поверь, утет не виновен. Помоги мне, пока еще есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчет соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой, и тебя не заметят. Первый раз в цитадели должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ну, а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Незабываемое зрелище. Это безумие. Не скажи. Аня, меня увидят. Ты не понимаешь, как парапет. Можно спрыгнуть с него. Другая сторона башни. Найди шахту. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Я показал тебе лазейку. Но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчике не звала. Я спускаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать и двери, которых не открыть. Так. Пока из Дикого Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней все тайны мира лежат, как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. 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 Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй, я Элизабет Собак. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь! Анализ. Основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Включаю аварийное вентилирование. Недооценил тебя. Который раз. Рано обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Добро пожаловать в Новый Рассвет. Новый Рассвет. Мы... Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Поход к восстановлению. Так. Что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Система диагностики. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки и закуски. Комната поменьше. Да. Проследуйте в зал номер один и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Что... Что это было такое? Голографический театр. Файл МР-01 не повреждает. Воспроизведение. Это проект Новый Рассвет. Я генерал Херрис. Председатель Объединенного Комитета Начальников Штабов США. Вы все слышали, что Новый Рассвет это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы фару, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. Новый Рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чему фару не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь Рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими. В ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Как так может быть? Ведь жизнь на земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Соколы. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Какая-то ошибка. Я не понимаю, зачем меня сюда привезли. Зачем вы мне все это показали? Я знаю, тяжело так сразу это осмыслить. Холли рядом со мной сидел лауреат Нобелевской премии по биофизике. И еще какой-то монах. Не говорит ни по-английски, ни по-китайски. Очень странно. А генерал Хелес? Что он имел в виду? Рой роботов, чума-фаро. Я понимаю, все это очень страшно. Но неужели их правда не остановить? Зачем говорить такое? В Шанхае у меня друзья, родные, знакомые. Они уже присоединились к операции «Свобода». Неужели все зря? Мы все умрем? Мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов. Просто объясните мне, зачем я вам. Я не могу понять. Мы выбрали вас из-за ваших познаний. Нет, не может быть. Я искусстволет. Мои область знаний – голландская живопись, японская каллиграфия, Герхард Рихтер. Кому это теперь нужно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет» — создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе — искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором предаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэррис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами. И когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное. Как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Вся земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Ну, тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А... Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Лазутчица! Взять ее! Сейчас будет шутка. Вот только не вздумай сейчас... Я обсудил с ними задачи Артемида. Дал им понять, что строить планетарный зоопарк. За последние пару тысяч лет мы показали себя не самыми заботливыми смотрителями. Так что идея восстановленной биосферы... Ну, а напугаем, если честно. Сдействовать методом Трека на глазок... Это же просто жуть. Мы не имеем права. Но альтернатива... Пустота. Это не предупреждает. Столько всего, а не останется. Почему? Плюс руководит от операции Чарльз Робзон. Я его уважаю. Плюс руководит от операции Чарльз Робзон. Я его уважаю. Случай, альтернеки. Работать с душой. Так что я согласился. Это будет мой последний проект. А как закончим, пусть делают мне пикт. Всех раз скажу, что я еще могу передумать. А я, что сказал, просто поднимая с ним. Ради спасения природы, я согласен потрудиться. Но это жалкое породие на существование. Я не хочу жить в чрезвычайном стенах. Иногда мне не нравилось светодиодное освещение. Батарина. Есть другой маршрут? Мне тоже дело. Тут нужен он. Подари ему нахожусь! Продолжение следует... 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 Предатель! Предатель! Когда мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Ази. Папочка тебя очень любит, Крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И может узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелес бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть в срок, но успел. И хватит об этом. Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику, пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Бану. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Гелес узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... Кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну, да. Мне пора. Не было печали. Гелес послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой. Когда ты искала Альфа-Реестр в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но! Альфа-Решеттарбайререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререререр